Наш президент дал нам 300 тысяч гектаров на хлопок и на пшеницу. На полив электричество бесплатно? Да, бесплатно. Полностью? Да, полностью бесплатно. Сотрудничать хотим сейчас с Китаем. Сколько еще надо вложить на гектар? На гектар 2 тысячи долларов вложить, половину государства дает. То есть тысячу надо своих найти? Да. Сколько у бригадира гектаров? В среднем 100 гектаров у каждого бригадира. Всем привет! С вами канал Агросфера и я Олексій Васильченко. Мы находимся в Сонячном Узбекистане на плантации «Хлопка». Педприемство, где мы поспілкуемся про эту культуру, называется «Бэккластер». И, как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчик, вы все знаете. Пошли, с нами будет интересно. У нас уже ждут, мы сейчас поспілкуемся. Добрый день. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Алексей. Меня зовут Тахир. Это канал Агросфера. Рад знакомству. Я знаю, что вы нас смотрите и в Узбекистане тоже. Подписывайтесь. Подписывайтесь, да. Очень приятно. Спасибо. Где мы находимся, я имею ввиду предприятие, и как оно устроено? Наше предприятие в прошлом году началось. Наше предприятие, наш президент дал нам 30 тысяч гектаров на хлопок и на пшеницу. Мы уже второй год это уже обрабатываем. В прошлом году у нас много ошибок было, все нормально было, мы учимся на ошибках. Мы, как сказать, уже внедряем все. Технологии новые. Да, технологии. Инновацию делаем, новые капельные орошения делаем, земли, лазерные планировщики делаем. То есть уже у вас тоже есть технологии. Технологии есть, да. У вас есть доступ, вы ездите, смотрите по всему миру, да? В том числе и наш канал. Да, ваш канал и учимся. Скажи такой момент, вот ты сказал, вы второй год занимаетесь земледелием и такой большой объем земли. Да. Земли получили. Как вот это происходит? Где она взялась? Она не использовалась или предыдущие собственники или не собственники, у вас же земля не продается, она государственная. Государственная. Они не так работали. Где такое количество? Как это возможно? Объединение? Да. Объединение. Ага. Наш президент создает кластеры. Кластер. В твоем, ну в вашем понимании, это я так понял, от сырья, от выращивания. Да. Ну, если мы вот стоим сейчас на поле хлопка, от выращивания хлопка до продажи уже футболок, готовой продукции, вот это замкнутый цикл производства и ваш президент, ваше государство такое одобряют, такое поддерживают, вам дают помощь. Да. Если вы вот этим занимаетесь. Правильно? Да, правильно. И вы продаете за… Экспорт. На экспорт. Экспорт делаем, да. Вот это, это круто, это добавленная стоимость, рабочие места, правильно? Да, да, да. Я понял. Давай, вот как вы быстро, если можно сказать, развиваетесь, где финансы, где берете деньги, государство дает, свои есть, как? Мы основной свой вклад сделали и дальше нам государство дает. Кредиты, помощи есть, дотации есть, все есть, государство нам хорошие возможности открывает, маленькие проценты на кредиты, чтобы выращивать и потом экспортировать и потом кредит гасить. Вы вот землю что-то платите, налог? На землю платим налог. Много? Немного. Помнишь? Даже мизерное. Ну, за гектар примерно за гектар 20-30 центов. Это в месяц? Да. 20-30 центов, да? Ну, примерно, то есть меньше доллара. Да. Теперь скажи, вот у вас очень жарко и у нас говорят, знаешь, как очень душно, это вот там Ташкент. Да, да, да. У нас такое высказывание есть в нашем государстве. То есть очень жарко вот здесь и в этом регионе, где мы находимся и на поле. Вот у вас выращивание без полива вообще нереально, да? Да, нереально. Раньше с грядками полив делали. Грядки это каналы. Грядка это такие, я объясню нашим зрителям, по периметру поля делается большой канал, в тот канал из речек подается вода или течение из каналов, которые побольше, или могут закачивать насосами. Кстати, на полив электричество бесплатно государство, да? Да, бесплатно. Полностью? Да, полностью бесплатно. А насосы вот это все покупаете, да? На насосы все, да. Мы сами покупаем трансформаторы и устанавливаем. Покупаете электричество бесплатно. Между каналами, которые находятся по краям поля, они делают такие небольшие углубления в каждом рядке. Да. В каждом, вот если хлопок, какая ширина между рядами? 76 сантиметров. 76 сантиметров, как американцы выращивают кукурузу. То есть, они между этими 76 сантиметрами делают небольшое углубление и по нём просто протекает вода. Они, по сути, заливают вот это поле и по технологии можешь двух слов. Это была такая старая система. Сейчас вот на этом поле, да, вот тоже покажи. Вот сейчас уже есть капельник. Это уже капельник орошения у нас, да. Орошение. В двух словах расскажи о технологии выращивания хлопка. Технология. Вот берем поле предшественник азима и пшеница. Ты убрал. Что ты дальше делаешь? Или у вас на хозяйстве тут? Что вы делаете? Мы убрали пшеницу. Раз, два, три по пунктам. Первое. По хату делаем. По хату это вспашка идёт? Впашка, да. Вспахиваете дальше? Да. Дальше мы моем землю. У нас, потому что земли солёные, мы зимой… А ну подожди тогда. Вот вы убрали пшеницу какой это месяц? Месяц? Июнь? Июнь. Июнь. Да. Когда вы начинаете вспахивать? Можно сейчас вспахивать можно и можно с этой осенью можно вспахивать. То есть смотря вы очень не спешите, да? Да, не спешим. Потому что дождей нету, оно всё равно сухо. Да. То есть вы сделали вспашку дальше? Потом воду даём. Заливаете поле? Да. Зачем? Чтобы мыть солёные земли. Промыть? Да. Промыть? Это где-то… Когда вы делаете? Зима? Это в январе делаем. Да. Зима? Мы полили, полтора месяца стоит. Стоит. Да. Уже с марта начинаем чизель делать. Чизель, то есть вспушиваете землю. Вспушиваем. И потом… На какую глубину? Глубина где-то 30 сантиметров. 30, да? 20-30 сантиметров. А вспашка идёт на какую глубину? Вспашка 40 сантиметров. 40-45 сантиметров. То есть вы рыхлите землю чисто для того, чтобы после полива зимой, что она опять уплотнилась, вы её чуть-чуть встряхиваете. Да. Потом что вы делаете? Два раза чизель делаем, потом барану делаем. Барана это выравниваете? Да. Чтобы грудку побить и сухой не стало. А, закрыть влажность. Влажность. Да, влагу закрыть. Влагу закрыть. Закрываете влагу. Да. Дальше. Дальше, когда будем сеять. Перед сеялкой что делаете? Перед сеялкой ещё раз чизель делаем. Ага. И обратно ещё раз барану и сеем. То есть всё время пытаетесь землю, другими словами, сделать мягкой. Мягкой, да. И максимально выровнять. Да. Когда вы делаете ещё лазер? Да. Лазер делаем осенью. После вот этой пшеницы. После буки. Да. Перед вспашкой. Да. Лазерное грейдерование, можно так сказать, это делается для того, по GPS. То есть забиваются координаты поля, забиваются высоты. И чтобы не делал механизатор в кабине, не нажимал вот эти все рычаги для того, чтобы понизить самостоятельно уровень вверх-вниз от грейдера. Да. Они выравнивают поле. И вот лазерный грейдер – это уход от человеческого фактора. То есть уже специалист задал координаты, задал планировку и человек только на поле его таскает туда-сюда. А он сам заходит в квадрат, например, там номер 100 или ABC, как вы назвали, он опустился, поднялся и всё. И человек на поле только вот это. Ну это я так, чтобы быстро люди понимали, потому что я такое видел, много это делают в Америке. Да, да. И выравнивать. Как происходит посев? Посев происходит… Принцип какой? Потому что мы сейчас не сможем посмотреть, какой принцип, как кукурузу точно сеем. Обычной селкой вот точно сеем, да. Точно? Не так, как пшеница? Нет. То есть через… Пневматическая селка, точностью… Точной. Да. Сколько штук на метр, если помнишь? Как вот? 25 штук. 25 на сколько? Метров. Метров. За один метр 20-25 штук сеем. Должно быть. Да. И потом, когда мы пшеницу делаем, обрабатываем… Что-то… Хлопок. Да. Что-то идет… Хорошо. Сколько штук на метр должно остаться до уборки? Десять – это хорошо. Десять – это хорошо, да? Хороший урожай будет давать. Десять штук стеблей? Да. Десять штук на метр, да? Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Ну, девять. Вот где-то девять штук. Да. Это нормально. Это нормально. Теперь скажи, сколько раз вы посеяли, ждете, получаете вы всходы? Дальше что вы делаете? Дальше… Герпицит носите? Герпицит носим, когда сеем. Грунтовый? Когда ничего нету? Несли. Что дальше? Дальше идет… Ну, плюс-минус, что там, культивация. Дальше идет… Культивация идет первая у нас, да. Трактором делаете? Да. Когда хлопок какой высотой? Когда хлопок вот такой. Сантиметрию 10-15? Да, 10-15. Вы делаете культивацию? Да. Когда, я знаю, вот на таких культурах очень много используют ручной работы. Да. Людей используют. Да. Когда первый раз приходят люди и начинают что-то делать руками? Когда хлопок 10-15 сантиметров, после культивации мы вот эти, которые многие, много же за метр засеянешь, 20-25, мы убираем. То есть вы густоту делаете? Густоту делаете. Как раньше у нас на свекле. Да. То есть сеять, потом идут женщины. Да, да, да. Или у вас и мужчины тоже. Мужчины тоже идут. Будь кто. Без разницы, да. И сапами, да? Как у вас называется это? Руками вот так убираем. Вырываем. Да. Руками нагинается. Да. И проходит. Сколько она в день один человек может обслужить? Гектар может. Гектар, да? То есть один человек, который нормально может, физически может работать, может обслужить гектар. Гектар обслужить, да. Еще. Нелегко, а надо потрудиться. Потрудиться. Да. Чтобы что-то заработать. Да. Сейчас что вот люди делают? Вот сейчас люди делают вот эти галочки и убирают. вот эти головки вот так убирают. На теле не росло и на урожай. То есть, чтобы все силу на урожай. Верхнее не росло. Да. И на урожай дала. Урожай это вот это? Да. Вот это урожай уже все уже. Это уже вылупится. Ничего, я вам чуть-чуть не помешал получить премию. То есть, вот такая штучка получается. Он, когда полностью дозревают, он открывается? Да. Она сама открывается. То есть, ну сейчас мы чуть-чуть видим. Такая штучка. И он, вот уже тут нитки, так бы сказать, появляются. Вот такая штука. Так. То есть, вы применяете какую-то обработку для того, чтобы он не рос? Да. Применяем и… Он не растет. Да. Ну и… Мы применяем, когда он вот таким будет. Ага. Где-то 10, вот 30-20 сантиметров будет. Мы слабо первый раз принимаем по 15 граммов, потом 45 граммов, потом 90 граммов применяем. Когда вот таким будет, 90 граммов будем давать. Угу. Я понял. И потом руками… Потом руками… На всякий случай… Вот эти головки будем убирать. Убираете человек. Идет сколько она может пройти за один день? За один день полтора-два гектаров может пройти. Она идет вот так по междуряде. Да. И автоматически уже вырывает, убирает, чтобы он не рос. Не рос. И основная задача, чтобы вот эти… Вот эти урожаи большие мы были. Чтобы было побольше. Да. Смотри, у нас есть такая традиция. Мы зададим вопрос нашим подписчикам, которые нас смотрят. Сколько может быть… Ну, вот эти… Урожайности. Не урожайности, но, например, сколько штук вот этих коробочек… Да. …может быть на одном стебле? От и до. Вот сколько ты видел минимально и максимально? Например, там 2, 3 и 15 или сколько может быть? Да. Минимально. Разные бывают. По 8 бывает. Минимально, когда уже… 8 и сколько может быть максимально? 25-300. Сколько штук на метре, на одном метре должно быть растений? Это нормально? 10, да? Нормально 10, да. 10 до уборки? Да. Значит, а теперь внимание вопрос. Какая урожайность будет с гектара, если на одном метре будет 10 стеблей и 8 вот таких коробочек, или как они называют урожай, ну коробочек, 8 штук будет на одном стебле. Какая будет средняя урожайность? Ответ мы, как всегда, вы получите. Кто ответит правильно? Повторюсь, 10 стеблей на метр, 8 штук в среднем на одном стебле. Какая урожайность будет с гектара? Уже хлопка, ну убранного, готового к переработке. Значит, кто правильно ответит? Три человека получат, как всегда, футболка, кепка, ручка, чашка. Чем богаты, тем и рады. Подарим. Так что читайте литературу. Тахир нам поможет в ответе в этом, да, потом. То есть все будет честно. Значит, когда уже получаете вы урожай, собираете чем? Собираем комбайнами. Комбайнами? У нас сейчас новые привезли комбайны 16 штук. Как фирма? Кейс. Кейс, да? Американская фирма. Кейс, ты знаешь, что еще есть в Джон Дире, да? В Джон Дире, да. То есть вы выбирали? Кейс выбирали. Потому что у нас сервисов нормально кейсов. А, то есть вы уже под сервис. Ну, это правильно. Да. Мы уже сервис строим себе. У вас у своей фирмы сервис есть, да? Да. Ага. Кейсовский тоже мы хотим предлагать с ними совместно работать. Когда проходит уборка, хлопка комбайном, люди после него идут что-то еще, рут или нет? Когда? Да. После комбайна надо проходить человеком? После комбайна уже все, не надо. То есть комбайн убирает? Да. Выбрасывает все на тележку? Да. И тележка везет на завод, да? У вас свой завод? Свой завод. Когда вы его построили? В прошлом году построили. В прошлом году? Да. В день 250-300 тонн перерабатываем хлопок. Хлопок? В прошлом году мы собрали 34 800 тысяч тонн. Собрали и до января переработали. Сколько месяцев вы собираете? За какой период надо и собрать и переработать? Мы месяц собираем. Месяц надо все вот это собрать. 15 сентября начинаем, даже 20 октября надо закончить. Вы только днем убираете? Днем. Сколько комбайн может в день убрать? 20-25 гектаров. Он быстро идет, да? Шестирядные мы сейчас. Шесть? Да. Шестирядные купили новые. Ночью не убираете? Ночью не убираете. Ночью не видно ничего. А свет? Свет можно добавлять и... Ну вообще можно технологически, если вам надо будет убирать ночью или нет? Нет, нельзя. Нежелательно, да? Да, нежелательно. Ага. А скажи еще в двух словах про полив капельный, что вы нового внедряете, потому что, чтобы меньше использовать воды. Чье оборудование? Оборудование сейчас планируем, тендер устраиваем, который получше будет. Получше, а по деньгам дешевле? По деньгам тоже. Оптимально, да? Да, оптимально. Мы хотим свой завод строить и свои... Выпускать, да? Выпускать, да? Да, капельный прибор. А что вы оборудование шьё, например? С кем вы хотите сотрудничать? Сотрудничать хотим сейчас с Китаем. Китай? Да. С Китаем, да. А выбираете еще кто? Турция? Технологию китайскую сейчас выбираем. Это получше у нас получился. Ага. Мы уже... Попробовали, да? Да, попробовали. Какие инвестиции для полива капельным надо на гектар? На гектар вот... Чтобы отойти от грядок, вот то, как у вас называется, и перейти на капельный полив, сколько еще надо вложить на гектар? На гектар две тысячи долларов вложить. Две тысячи долларов. Ага. Это свои деньги или это что-то даст государство? Это половину государство дает. То есть тысячу надо своих найти? Да, тысячу надо своих найти. И потом каждый год... Каждый год по пятьсот вложить. По пятьсот это на трубку? Да, на одноразовые трубки. Одноразовые трубки? Как у вас построена организация труда? Какую должность ты занимаешь в бэккластере? Я финансист. Финансист. То есть ты отвечаешь за финансы, но ты очень хорошо разбираешься в технологии. Да, я учусь. И учусь, и тем более, что для вас она новая. Да, новая. Ты так уверенно рассказываешь. У нас есть вот на пятитысячном гектаре агроном. Главный. Один? Да, на пять тысяч. На пять тысяч. Это главный агроном. Да. Дальше. Потом мы каждый по 1500-1200 гектаров директоры ставили. Директор. Тысячу, тысячу пятьсот. Да. Почему такая там, например, тысячу и тысячу пятьсот? Это смотря какая севооборота? Да. Севооборот и удобность земли. По расстоянию? По расстоянию, чтобы удобно было. Дальше? Дальше. Агроном. Директор. Директор. Агроном есть свой. Ну, это директор, это как бы старший бригадир, да? Старший, да. Старший бригадир. У него есть. Агроном. Свой гидротехник. Гидротехник. Потому что полив. Да, полив. Потом дальше. Потом есть бригадиры. Бригадир это тот, что отвечает за конкретные участки? Сколько у бригадира гектаров? Где-то в среднем сто гектаров у каждого бригадира. Сколько людей у него? По пять стабильных людей, рабочих. Которые обрывают? Которые. На тракторе работают? Нет. А что они делают? На поле работают. А что они? Вместе с бригадиром. Все, что бригадир прикажет, он вместе работает. Ага. И наемные есть у нас. Вот, которые вот эти. Приходят, когда надо, да? Да. Когда надо. Это не проблема найти людей? Вот, например, тебе сегодня надо 20 человек. Ты можешь их найти? За один день можно найти. Можно найти. Это не есть проблема, да? Да. Вот, которые бригадиры и родственники есть. Вот, их семья есть. Вот, которые рабочих, семья есть. Бригадиры, они все, вот с этого поселка все выходят сюда и работают. Вот, бригадиры, вот эти директора или как агрономы. А вот где это? Вы работаете второй год. Где вот этот весь персонал, который, ну, ты новый в этом бизнесе, да? Да. Где они были? Что они делали раньше? Они фермерами работали раньше. То есть, они работали на этой земле, да? Да. На этой земле фермерами. Но они не занимались переработкой, они просто выращивали сырье? Они выращивали на государство. Да. А теперь государство, так как мы повторимся, сказало, что будет работать только тот, кто выращивает сырье, перерабатывает и продает. Да. То есть, они по сути, если маленький фермер может это делать, у него земля осталась. Если он не хочет такую землю, он отдал государству, государство дало вашему кластеру. Понятно. Теперь понятно. То есть, и мотивация у вас происходит таким путем, что от урожайности что-то получает бригадир, директор, агроном, и пошло, пошло, пошло. У всех мотивация есть, да. Все переживают за урожай. Да. Бригадиры. Их задача, они деньги не считают. Не считают. Им дают технологию. Да. Они ее должны все делать. Да. Все делать. Смотреть. Все пересказывать дальше. Да. Как, что и куда. И. Элективно работать. Количество. Все вовремя сделать. Вопрос. Какие технологии, помимо лазерных грейдеров, компьютерные системы, что вы используете? Потому что у вас хозяйство разбросано, территория большая, маленькие участки, гектар. Ну, какие-то компьютерные технологии используете? Да. Используем сейчас. Уже мы один из программы используем. Это для бухгалтерии. Бухгалтерии. Чтобы вот кадры следят, вот рабочие выходят на работу и геолокацию кидают, фотки кидают, видео кидают. Что они вышли, чтобы не было обмана. Чтобы не было обмана. Без обмана. Бывает такое, да? Доказательства кидают. Одно у вас тоже бывает такое, что может не выйти. Да. У вас же не пьют? Не пьют или пьют? Нет. Пьянство есть? Нет? Нет. У вас же вера чуть-чуть. Да. Но так все равно есть разные, да? Да, да. То есть вы пытаетесь тоже как бы контролировать. Да. А как какие-то GPS? Есть такие системы, как вот у нас на предприятии. Ты ютуб наш смотришь. Вы такое хотите в себе делать? Вот, например, спутниковое наблюдение, как хлопок развивается? Да, да. Вот это сейчас ваша программа Кропио. А, вы сейчас переговоры ведете, да? Да, переговоры ведете. Понравилось? Да, понравилось. Это вообще классное. Можно агротехнику контролировать. Можно вот агрономы, когда вот земли контролируют, вегетацию и влажность можно контролировать земли. Да. Я понял. Да. И за вегетацию смотреть. Это ваша программа нам очень понравилась. Мы уже хотим себе сделать это. А люди, как ты считаешь? Люди готовы? Люди хотят вот это обучение? Люди. Некоторые не хотят. Некоторые хотят. Вот. Обучим всем. Некоторых даже заставим, чтобы эта программа работала у нас. Я понял. Хорошо. Спасибо тебе за такой рассказ про ваше предприятие. Я был рад с тобой познакомиться. Спасибо тебе за информацию. Это для нас новое. Это интересно. Вам успехов. Спасибо. Тебе успехов. Спасибо. Спасибо. Твоей семье.